Из новых вещей, если вам интересно, и диск, который только что вышел в Санкт-Петербурге, где были цветочные, вам уже пора подводить итоги. Поэтому здесь собраны все песни о любви, которые он написал в разные адреса, честно говоря, вот на протяжении своей достаточно длинной жизни. Называется это «Почему расстались?» Может, с этой песни и начнем? Синей-бессильный, ридный-безридный, словно в кинофильме возят с фаларинами, забываю вещи, забываю татры, вспоминаю женщин, что выпил когда-то, Вспоминаю нежность их объятий сонных, в городах заснеженных, в горлецах сердцовых, В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? Расстались в тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? Странно, очень странно, мы с подругой жили, как чужие страны, комнаты чужие, А обстановку комнат помню, да детали, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? В тёплой Японии полетали стаи, а мне всё не помню, почему расстались? Не печаль вся полна, видишь снег на слое, Одного не вспомнил, почему расстать. Говорили вокруг, не сходите с ума, Разъяй на страны, гадай, дома, И написали, наверное, помним и с трудом, Что построим когда-нибудь дом. Говорили вокруг, не сходите с ума, Разъяй на страны, гадай, дома, И написали, наверное, помним и с трудом, Что построим когда-нибудь дом. Остальные наивные эти слова Нападали мы землю ни разу, ни два Мы искали приют и вблизи и вдали Дали, где мы его не нашли И у края крыла загорались огни И команда была пристегните ремни И искали бы место под этим крылом Где построен карманинный дом И у края крыла загорались огни И команда была пристегните ремни И искали бы место под этим крылом Где построен карманинный дом И верите меня часто, что бег за спиной Что прошло еще счастье давно страной И в сегодняшней жизни, в жизни иной Буду жить тем надеждой одной Что минуя туман и облачный дым Мы в далекие страны от деть полетим И веселую песенку вместе споем Что когда-нибудь поем вдвоем Что минуя туман и облачный дым Мы в далекие страны с тобой полетим И веселую песенку снова слоем Что когда-нибудь будем вдвоем И веселая песенку снова слоем Тут всякие песни в том числе о Баку Но не только о Баку Например, я впервые там увидел в памятнике Рихарда Зорде Несчастного человека, который зря потратил всю свою жизнь Работая на нашу страну Которая ему не поверена Вот, он взялся в Баку Как выяснилось, я думаю, я знаю Есть вот такой сих порей Рихарда Зорде Говорят, что при жизни Его не любил никто Не любил и Германию За которую он сражался Еще безусом мальчишкой в Первую мировую Не любил и провести стран На котором он работал Собирая секретные данные О немеренных фашистах Не любил Сталин Который ему не поверил Предупрежденный о дне часа Гитлеровского удара И когда японцы в Токио Взяли его с поличкой То три года его держали Приговоренного к смерти Терепливо надеясь на то Что его обменяют На такого же своего Арестованного шпиона В Соединенных Штатах Или в Советском Союзе Но никто не хотел спасти его Все от него отвернулись И поэтому в 44-м Незадолго до дня победы В ферменном дворе в Японии Он был наконец повешен Став первым за всю историю Казненным там иностранцам Говорят, что при жизни Его не любил никто За заключением женщин Которые из-за него Предавали своих мужей И родину И карьеру Собирали тайные сведения С риском до собственной жизни Или навали ноги Прыгая из окошек И он любил этих женщин В Японии и России Постоянно их обольщая Изменяя им и бросая Среди них были баронессы И великие пианистки Предававшим всех и все А его никогда Ни разу И последний женщин Для жизненно брошенных им Которые он покинул Небесплотные Ко старой старухи Оцыскал его останки Среди безымянного пепла А подставил бывшую челюсть По золотому мосту Превратившемся в пламя В бесформенный Желтый слиток Из этого желтого слитка Она отлила колечко Которая раз надев С собой несла в могилу Говорят, что при жизни Его не любил никто Но и великие женщины Это не так уж мало Потому что уходят Бесследные режимы Вожди и страны Но неизменно женская Единственная любовь Которая может сделаться Колечком И желтым слитком Но всегда остается Золотом Самый высокий проб Спасибо Еще один фильм Этот фильм Я о нем ничего не говорил Многие о нем знают Фильм, сделанный Тем же авторским коллективом Опять же о моей жизни О трагической гибели Моей семьи Во время Холоковства В 41-м году в Беларуси В моей исторической природе В Беларуси В Ленинграде Фильм этот Субтитрованный по-английски Это поиск идише О гибели языка В последствии Арктические евреи Вместе с этими евреями 6 миллионов человек Этот фильм Снимался в Беларуси И в Израиле Этот фильм Как бы обо мне О том, что я приезжаю После войны На места Где был Маленьким мальчиком В гостях У бабушек Дедушек И все так далее И пытаюсь найти следы Языка На котором они говорили И о этих семьях Все разорено Остались У прозоренное Кладбище Фильм этот Четыре года назад В Нью-Йорке На фестивале Международного кино Зарил первое место в мире Вот он Субтитрованный по-английски Я спою песни Из этого фильма Там Сцена День Победы Девятая мая Минск Печа неизвестная яма Где немцы Были несколько тысяч евреев В 41-42-м годах Идет травменный миссинг И я на этом миссинге Пою Такую песню Подпирая щеку рукой А чуть если пуста невзгод Я на снимок смотрю с ноской А на снимке двадцатый год Подпирая щеку рукой Минск Облетает нишневый цвет Мою маму зовут Мой маме двенадцать лет Под зеленым ковром травы Моя мама теперь лежит Ей защиты не стал, увы Ненадежный даринов щит И кого из моих родных Ненародом, ни маму зову Кто стареет в краях иных Кто убитый, лежит в вору И кого из моих родных Ненародом, ни маму зову Кто стареет в краях иных Кто убитый, лежит в вору Завершает урочный век Солнце плавится за горой Двадцать первый тревожный век Начинается в год второй Выгорает все только вы Старый город в округ одет Мою внучку зовут Ракин Мою внучке двенадцать лет Выгорает все только вы Старый город в округ одет Мою внучку зовут Ракин Мою внучке двенадцать лет Пусть поет ей весенний ход Пусть минует ее с лица И влетет на меня в упор Юной мамы моей глаза Отпусти на газ свой берег И детям возьмет Мою внучку зовут Ракин Мою внучке двенадцать лет Отпусти на газ свой берег И детям возьмет Мою внучку зовут Ракин Мою внучке двенадцать лет Спасибо АПЛОДИСМЕНТО И это книжка «Вышитая сейчас», где собраны все мои стихи и песни, связанные с моим родным Питером И там есть такая песня АПЛОДИСМЕНТО И это книжка «Вышитая сейчас» И это книжка «Вышитая сейчас» На немского ревного кино На зимнем по-прежнему винчи Но пылью закрыто окно В Европу ненужное дынче Десятки различных привет Приносят тревожные вести Дворцы и Канады на месте А премьерного города нет Но в треске твоих мостов Милые мне изляпы детями Пока на гранитах твоих Любимые чудятся теле И тянется круглая мисс Вдоль времени зыбки хорочек И тянется белые ночи Которые легенды погасить И в ремочной лавахтовой Среди алкашей утомленных Мы выглянем забытно дневой Исток простых и граненых За шпили твоих покаян За публик неверныща прошлой За то, что покуда жрешь ты И мы как-нибудь проживем За шпили твоих покаян За публик невернуща прошлой За то, что покуда жрешь ты И мы как-нибудь проживем Спасибо 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 Ну что, теперь пойдем к записочкам Наконец-то Наконец-то Используй песни «Всерых домов» Баррика и пояснения В свое время не описал Песни для Спектакля Центрального детского Музыкального театра Имени Натальи Сац По опорности Замечательный шведский писатель Астрид Ленинград Ронни «Дочь разбойника» В переводе Лилии Лунгиной И там, поскольку сказка Если предсказать в таком Скандинавском лесу Есть такая популяция Была в этой сказке «Серые гномы» Не Толкинский добрый мудрый гном А совершенно наоборот Маленький, серенький Такое, значит Занюханное племя Которое, значит Ночью только выходит на свободу А днем они сядут И это племя Что-то не видно А ночью они вылезают Объединяются огромные банды И нападают на одиноких путников В самых других участках леса А дальше все следующее Если ты не боишься Они остаются маленькими и серенькими Если ты их боишься А они чувствуют Как собрать адреналин Они начинают вырастать Пропорционально твоему страху Прямо на глазах Если они сам пастут Они агрессивны Они царапают Забусать кровь Выпить и прочее И вроде, понимаешь Не надо бояться Все обойдется А как не бояться Это один Их много Ночь глухая И вот Ваш серый гном Там, где лес грустит Значит, ты не наша вера Если ты не серый Это зачем ты не наш Наши глухая Наши глухая Наши глухая Наши глухая Если ты не серый Это зачем ты не наш Тут нашелки боятся Они поставят Прямо на глазах И кидаются В последнюю атаку С последним гублетом Мы родцы, энтузиевасты Человек наш Враг и паста Словно в роде Назы масты Ядовитый конаса За отечество Родия Изведем его Злодея Наша главная идея Приведи, спасай глаза Гномы, 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 гномы Не надо тем житья чужого Повезем его от дома И возят на аппортаж Если ты не подкнуешь серый Зачем ты не MJ-вери Елец вид, ты не MJ-вер Это значит ты не MJ-вер Гномы, гномы, гномы Не надо тем житья чужого Повезем его от дома И SF П无 relates Песня полярных летчиков Песня полярных летчиков Песня полярных летчиков Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 не знаю, как сейчас, существовал гиперболический комплекс, то есть специальная система для того, чтобы снижать давление в избежание кислотной болезни. То есть она осталась на бортной части, когда пристыковывался герметично колокол водолазный, который шел на грунт, на любую глубину, водолазы выходили в открытую воду, потом входили в этот самый колокол, поднимались наверх, стыковывалось все герметично с этим гиперболическим, и потом сидели неделю, где постепенно снижалось давление, чтобы избавить человека от кислотной болезни. Этого ничего давно уже нет, работали мы с резервным морем, поэтому, естественно, когда написана песня «Андеевская моря». Островкился, островсан, остался в радость, не львала пустыта цепана, отчего же ей испытывали пробость, прикасаясь к нашим древним именам, возвращаясь в позабывшиеся годы, от древа и затынили земель, нас качают в машинах сквы воды, человечество цвета и кудыли, нас качают в машинах сквы воды, человечество цвета и кудыли, пусть на суше теплезы и напахнут травы, чтобы красности по десять раздавели. Чёрный павли, что означает, должен травы, белым парусом на ночной землею, трудно веровать в единственную Бога, как девица и тебя проводит прочь, на олене жопового без смерти много, кто-нибудь да согласится нам, палач. На олене жопового без смерти много, кто-нибудь да согласится нам, палач. Жизнь в Азии, что тесно Европа, а на троху в коммунальных теремах успокоится с другими переномами, позабудет про папашу теремах, и плывём мы беззаботно, как герои, не жалеющим жизни ничего. Мимо стыла и карибы, мимо троги, мимо детства моего и твоего, Мимо стыла и карибы, мимо троги, мимо детства моего и твоего. Спасибо. А, и конечно же, да, французский голос. Я думаю, не надо в сотый раз в констрахистое эти песни. Скажу только, что в 71-м году после членов рейса у меня была закрыта виза в моем родном Питере за интимную связь с женой буржуазного послания в американской телеганике. Вот, с чего всё началось и с твой этой песни, и было много потом всё, неприятности. И так, в 71-м, это нет, это 70-й год. Всё, теперь уже визу. Да. А в Баку вам поделись женой французского послали? А, на фестиваль, на фестивале, в Баку, на фестивале, значит, там была специальная часть фестиваля, фестиваль посвящена моему юбилею, и, оказывается, был первый, что он французский послал женой. Уже французский по-русски ничто не понимал, поэтому, а жена его, она русская, очень красивая женщина, молодая, но она никогда этой песни не слышала. И вот, когда я начал петь вторую часть песни, я начал петь по серу, пахнутые насти, что и все такие дела, и нога, высокая нога, я несколько смущался, но ничего, всё про это. Потому что муж ничего не понял, а она, как-то всего, привела к слугастрюлю. Но, наконец, я уже рассказал буквально, что пару лет назад на концерте в театре школы современной пьесы, на сцену поднялся совершенно чёрный человек, держал как ровно там-там, и на хорошем русском языке сказал, что по движению предсказательства членов полномочного подстали с улики Сенегала в России, господина. Такого-то я имею честь вручить господину Градирскому там-там, слава уважения за то, что в России, за всю историю, впервые написали песню о республике Сенегала. Градирскому 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 Крокодилы, пальмы, ба-бабы, или жена французского посла. Крокодилы, пальмы, ба-бабы, или жена французского посла. Дорогие, братья здесь крезвые, что такое сервис со мной? А сегодня сон один и тот же сынница, широкой охраной и цветной. Им жарный листок, им минастия, всё сжигает от меня до дла. В нём постели на спах, ну да я настежь, и жена французского посла. В нём постели на спах, ну да я настежь, и жена французского посла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эти песни не помню. Есть в фильме она, можно по этому, по словам уже подзабыли. Вообще Шанадова, конечно, с новым годом. Исполните, пожалуйста, песню «Христиан» Маршева, «Словецкая сила». Вот, всё сразу? Всё сразу. Ну, давайте, да. Здесь, когда пили на дружеский фестиваль, вы уже спели. А вот «Словецкое сиденье», можете поём, это трагическая история, малоизвестная русская история, конец XVII века, взятие войсками московского утешедшего царя Алексея Михайловича из «Клуба моих песен о русской истории» мятежного, раскольничьего Словецкого монастыря. Осуждая нас, монахи, осуждая, не боюте вы, монахи, за осударем. Государя нас, помазали, Божий, никуда он быть неправим не может. Государя нас, помазали, Божий, никуда он быть неправим не может. И убейте вы, убейте, монахи, Морганевые, не легитесь, кували. На чело не надвигайте, шаловый, Крестом с камнем укроем человый. На чело не надвигайте, шаловый, Крестом с камнем укроем человый. Словки невелика крепоститься, Могло лицами только допуститься, Ведь поклоны, поклонницы, деревья, Что ж убителен в железе и гневе. Ведь поклоны, поклонницы, деревья, Что ж убителен в железе и гневе. Не судари так плывут, не судари, Не уйдите вы, малахийский сударь. Да заутренне постойте, посредней, Послужить вам не придется, попейки. Да заутренне постойте, посредней, Послужить вам не придется, попейки. Ветер в южном дворца задышали, А эти дружные блестят гердышами. Бою вырученные царские люди, Никому из вас спощады не будет. Бою вырученные царские люди, Никому из вас спощады не будет. Блаха, алым, залито и докада, Но не белая, просто, но закада. Шелка, алого, рубаха, лукада, И рукавую по локоть закада. Шелка, алого, рубаха, лукада, И рукавую по локоть закада. Расподнимется топок, государит, Не воюйте вы, малахийский сударь. Расподнимется топок, государит, Не воюйте вы, малахийский сударь. 63-й год, бортик русского парусника, который проходил под военным ветерогравлическим флагом, Курзенштерн, Канайский порт Халифакс, Новая Шотландия. Над Канадой, над Канадой, Солнце низкою садится, А не уснуть, как надо надо, Отчего же мне не спится. Над Канадой, над Канадой, не вас не. Неж перец, дожди косые, Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия, Над Канадой, не вас не. Неж перец, дожди косые, Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия. Нам устану шепчут кризисы, любовь завлечащен. Разве это все же по-прежнему, а не назовут домашние? А я снежон как невесенье, то чужой не новоселье. Хоть похоже на весенье, только всё же не весенье. А я снежон как невесенье, то чужой не новоселье. Хоть похоже на весенье, только всё же не весенье. У тебя сегодня святость вложил солнечный ветер, Не спеши в любовь охлаждаться, подожди меня, корабль. Над Канадой небытия, прежни, прежни косы, Хоть похожа на Россия, только всё же это Россия. Над Канадой небытия, прежни, прежни косы, Хоть похожа на Россия, только всё это Россия. Расправлены вы, белы города, не жди меня скоро, Жена, опять загибает у морда крутого посола во дна. Над северным солнцем деревянным, Вон южный небес синевой, Всегда пороса разоштарна, Шуля над моей головой. И домом порою ночною, И что-то раскрою окно, Опять на ветром над окною, Дуром поём на водной. Тесные ночные стены, И души домашней погоны, Когда паруса Крузовична, Шуля над моей головой. И счастье печные вспышки, Горят надо мной в кружине, Вальчишки, 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 Пусть вечно заведут в рек. И старость наступит, Наверное, вна, И властно нам вновь вновь вновь, Когда паруса Крузовична, Шуля над моей головой. Когда паруса Крузовична, Шуля над моей головой. Песня американских подводников, Запрещенная у нас на долгие годы Советского Союза, Потому что когда писали, Вроде как про американских подводников, Начали петь наши, В Северноморске первом, Но там и дальше, И в других и прочих местах. Вот, и были все-таки неприятные песни. Ставим себе на рифму, Которая выдает, Что это не американский подводник, Но я ее не меняю. Чисто русский рифму. На что нам дети? На что нам фермы? Земной радости нет про нас. Все, чем на свете, Живем теперь мы. Немного воздуха и приказ. Мы вышли в море, Служим народу. Да нету что-то, Подводных людей. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее неизвестно где. Мы обтекаемы, как ракеты, и как ракеты мы стремлены. Но кто-то хочет спасти природу и детский свет, и весенний день. Отводная лотка уходит в воду, ищи ее неизвестно где. Отводная лотка уходит в воду, ищи ее неизвестно где. Письмо про женской грудь, вспомните, пожалуйста, ее история. Она из фильма, кстати, там есть серия «За скорость от Мышка». 62-й год, военное солнце, теплая рыба, сэмпорит, который я так сразу, когда он меня взял на подозрение, он мне очень сразу не понравился, поверился. И он меня как мог не давил, а значит и наконец поймал меня. Когда, значит, Кобзон спел «Мой снег» по радио, наши поймали, 63-й год, и интересно, что автор на борту говорит, «Наперите про нашу ладскую жизнь, песню про то, как мы тут Родине служим, но у нас, значит, все равно мы там море любить и прочее, все задания выполнять, там, партия проистов». Да, но все-таки это военное судно, песни БП и БП, там, «Боевая политическая подготовка». Но я это песня написал, я стали переписывать те песни, он пришел ко мне и говорит, значит так, когда мы вернемся в базу, в Балтийск, значит, с вами будет особо для флота разбираться. А ну я хочу все-таки спросить, как так получилось, что вот я личный состав воспитываю, руку ног не покладаю, вот в основном депостат, все готовы носить преданность, и он мне взяги его возложили. Я сам испугался, как-то, ну как, это ваша, текст ваш, он уже, вот в старшине первой статьи, глава старшиня Овчакова отобрал этот текст, и сразу с него вышка рожала у матроса, и возьми ему губу уфорбит. И говорит, значит, да, но все-таки он интересный человек, как это может писать? А советская женщина, как может какие-то безобразные строчницы? А советская женщина, вы пишете, женщине из груз, значит, вы на всех сливы кольц? Это же ужасно, он говорит. А то же я сказал гениально, он сказал, для советского человека в любви грудь не главный, главный, чтобы в моральном уровне. Тут я сразу понял, что мы с ним общего языка никогда не найдем, потом мы вернулись в базу, он меняется, порта не выпускает, поехали, докладываю, товарищ Почепаев, такой контр-адмирал, начальник политотдела, дважды разъемного в Тихостокула. Что со мной делать? Тот послушал песню, которую они записали для доклада, и сказал исторически, он сказал, «А что, правильная песня, повел, что моряк должен быть в море больше бабы». Разрешите! Это определило мою судьбу и судьбу песни. Ах, не ревнуй меня, теплый зеленый, Ах, не ревнуй меня, вода соленой, Ах, не ревнуй меня, да не тебя, Ах, не ревнуй меня, пеет белый, Закачает вода, завертит, Всего изменит, поедет судьба, А зацеловывает вода до смерти, И не отпустит меня в тюрьме. Ах, не ревнуй меня, глазки дочери, Ах, не ревнуй меня, жвести вечерней, Ах, не ревнуй меня, соседка вайка, Ах, не ревнуй меня, сирой чайки, А он качает, а труба обманет, И уйдет, как любит водитель. Ах, и сегодня она отмарит, Завтра снова повернует. Ах, не любной меня глазом рукавом, Ах, не любной меня тревогом травом, Ах, не любной меня груди на гипом, Ах, не любной меня песней забытой, Ах, не любой вовсе ее не слушать, Там и слышит, и шаг не мочь, А снова песни сточит в уши, И издора потолкит. Ах, не любной меня, детки, себя, Ах, не любной меня к воде соляной, Ах, не любной меня к даете белой, Ах, не любной меня к пене белой, А он качает вода, и весна летит, Все изменно, в моей спеке, Ах, не любая вовсе ее не слушать, Ах, не любая вовсе ее не слушать, Ах, не любая вовсе ее не слушать, И откусить меня к себе. Спасибо. Так. Вопрос о почерке. В общем, все буквы видно. Песни «Перелёт и ангелы» просили спеть. Ростов-послов прочитаю, чуть позже, ладно. Значит, все дитлайт подводит. Значит, «Перелёт и ангелы». Есть у меня серия, в этом сериале очень грустная серия. Называется «На материн», по-названию моей песни. «На матерись», посвященная трагическим годам сталинского влага с большим количеством хроники этого самого влага. И там есть такая песня, которая стала в далеком 63-м году в памяти сотен тысяч людей, погибших в Сталинском бюлях на бронем северном. Песня «Перелёт и ангелы» 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 И на храмах покинутой ночью ютарин, А на утро снимается в болезнь в талии, Потому что короткие весенние дни. А на утро снимается в болезнь в талии, Потому что короткие весенние дни. И когда ядры теплые, в риск подуют, Ядры не последние, ты свои вырвнешь лом, Это значит наверх твою башку седую. А си нет избавления лебединым крылом, Это значит наверх твою башку седую. А си нет избавления лебединым крылом, Будет в нас все братишечки под одним семьями, Вы не врите, братишечки, Про утраченный юг и лебедные ангелы. Летят на север и тяжелые крылья, Над доброй поют. И ля-ля, 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 ле-ля, Летят осеньи, И тяжелые крылья Над Токерой поют. Спасибо. Так, в Донском монастыре. Семьян Кумбрат спит доском монастыре. А русская дворянская, взяв петель в грузы, За стену, как близнецы, не встали на востройки. Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы, Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы. И поэт языков, а кусок живет в палате, Как у салтской чести. Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы. Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы. А в Донском монастыре славко спится На заднем городском монастыре. Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы. Снятся графовые дворцы, по крови не обувицы. Это первая песня и стихотворение. То, что вызвало скандал в свое время, Который все это еще продолжается. Песня написана три-четыре года назад, После которой в Крыму запрели фестиваль «Балагласские каникулы». Русскоязычные песни и вообще были всякие там. Ну, я об этом уже рассказывать не буду еще раз. Но песня такая спорная, Когда у меня всех собак вешал, Что я великорусский империалист, на отсутствие не знаю кто еще. Это ядер с моим глазом. А, значит, один блогер написал прекрасные вещи там. «Вон должен лежать жиды ультропатриоты». Вот, что правильно. А песня такая. «Меня церкняния тех людей, которые не служили». Пахнет дымом от павших слоем, Малопробов от битвы жестокой, Сдав последний вчера быстро. И вступают враги в Севастополь, И изранный полк и садкат. Спотыкаясь ногами на спусках, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над корною приспущенный флаг, В небе мессеров хищные стаи, Так уходит последний моряк, Горловин на пункту оставив, И твердым осмотрят на запах, И в небе мессеров покинули русские. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что целит наступающий год, Сново небо, туманное, близко, Я стыкнув последний бельбот, Подкидающий правскую пристань, И шепчуя, трещуя в глаза, Не скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. АПЛОДИСМЕНТЫ Севастополь тоже вызвал больную реакцию. За счет Сан-Франциско, например, Приходила толпа местных евреев бить мне морду За то, что я враг своего народа, И, так сказать, я по этими секами Я отрекаюсь от своей крови. Надо быть идиотами. Ну, в общем, как написал мой друг Берман, Который здесь недавно наступал, Неожиданным открытием убитый, Зазовывая изымление руками, И подумал, как и все антисемитошки, Ирые не бывают дураками. Еще какие-нибудь. А, значит, Сиди такие, Для меня, как и все антисемитошки, Недурабливая истина простая, В реке времен нащупывает брод, Родство по крови образует стаю, Родство по слову создаёт народ. Не от того ли смертных поражая, Непостижимой мудростью своей, Бог Моисея передо скрижали, Люди отведения от зверей оставя, Не нужны законы Бога. Она живёт в завету вопреки, Там ценятся в сознании Убого бежца перюх, Да острые клыки своим происхождением, Не скрою горжусь и я, Родителю и любя, Но если слово Разойдётся с кровью, Я слово выбираю для себя, И не отыщешь выхода другого, Какие возражения не готов, Родство по слову порождает слово, Родство по крови порождает кровь. Аплодисменты Когда на сердце тяжесть И холодно в груди, В ступень армитажа Для суток не приди, Где лет спите их вера В забытых веках Атланты держат лево На дальних руках Атланты держат лево На каменных руках Держать его махину Не мать со стороны Напряжены Сыны Кольки не сведены И ждёшь, что я работа Возьми их работ Из-за них ослабли кто-то И небо упадёт Из-за них ослабли кто-то И небо упадёт 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 Урода Ваш бассейн Мы шла в&ерн И небо упадёт И небо упадёт Чтит до той малипака, Атланты не раздежат на танятых руках. 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 На что очень рассчитываю. Спасибо. 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 Спасибо.